Всем привет дорогие друзья! Мы сегодня затронем очень важную тему, это страховка от невыезда. По ней очень много вопросов всегда, и я хочу прям рассказать те детали, которые вы не узнаете ни в интернете, ни где. Это детали как раз именно по страхованию от невыезда до своей поездки, как все будет происходить, даже если у вас наступит тот самый страховой случай. Так что поехали дорогие друзья, я вам сейчас все подробно детально расскажу. Давайте сразу начнем с определения, еще разок, страховка от невыезда. Это та страховка, которая позволяет вам не потерять деньги, в том случае, если по вашей причине у вас не получится поехать в тур. Страховка от невыезда не работает на истории типа а-ля закрыли границы, или вы просто решили не поехать, передумали, вот что-то у нас настроение пропало и мы не поехали. Нет, это документально подтвержденный факт в основном по медицинским показаниям, когда у вас действительно есть запрет, невозможность выезда по этим показаниям. И на основании этого вы, соответственно, получаете возврат денежных средств. Еще здесь скажу момент, что для того, чтобы получить возврат денежных средств, нужно понимать, что это не работает под принципу такому. Я купил страховку или купила страховку, теперь я передумала ехать, ну еще раз говорю, или пусть наступил страховой случай, и все, завтра мне выплачивают денежные средства, и все прекрасно. Это не совсем так, есть некая процедура. Во-первых, страховая компания выплачет деньги за тур оператора, который выставил вам штрафы, где сгорела определенная сумма денег. Поэтому давайте начнем вот по пунктам пройдемся, что делать, если все-таки наступил страховой случай. Итак, первым делом, вы понимаете, у вас, например, ПЦР-тест положительный, к примеру, или какая-то другая история, что вы точно уже не едете, у вас есть основания этого. Первым делом нужно аннулировать тур у тур оператора. Поэтому, если вы покупали тур не у меня, если даже у меня, мы первым делом пишем заявление на аннуляцию тура до вылета, это очень важный момент, до момента вылета, и аннулируем тур у тур оператора. Это обязательно условие, потому что, если этого вы не сделаете, вы будете не туристом, который не смог вылететь по причине заболевания или еще чего-либо, а просто не вылетевшим туристом. Это совсем другой расклад. Поэтому аннулируем первым делом тур. Соответственно, дальше тур оператор выставляет штраф на ту сумму, которая у них прописана в договоре. У всех по-разному, но в целом, если вы за 1-2 дня отказываетесь от тура, это штраф до 100%, до 90% и так далее. Соответственно, далее, что у нас происходит? Далее вы берете эту сумму штрафа, то есть, как правило, у операторов есть лист аннуляции, там прописаны эти суммы, мы об этом чуть позже поговорим. И с этим документом, с вашим договором на тур, который вы заключали с туристическим агентством, и уже страховым полюсом, и вашим документом о том, почему вы не можете поехать, вы обращаетесь в страховую компанию. Страховая компания принимает все эти документы и рассматривает их в среднем в течение 45 дней, и после этого выносит свое решение и дальше уже производит выплату. Это чтобы вы понимали, что это вопрос ни одного дня, ни одной минуты, ни моментальности и так далее. Здесь есть несколько моментов. Давайте их обсудим по поводу, соответственно, аннуляции тура еще. Хотел сказать, вот не часто бывает, я скажу из своей практики, что когда мы аннулируем тур, туроператор нам предоставляет сразу же документы об аннуляции, а еще там нужен один документ на то, чтобы штраф был минимизирован, чтобы туроператор сделал штраф, уменьшил по возможности, да, на основании того или другого, вот, и выдать нам этот документ. Многие операторы выдают эти документы по истечению даже двух месяцев только, или, соответственно, с очень большой кипой документов, плюс отправки на их физический адрес, да, ну, в общем, усложняет процесс всем, чем можно, не зная, для чего это сделано. Но у некоторых операторов достаточно просто. Сразу после аннуляции можно скачать в личном кабинете, соответственно, этот лист и спокойно передать его туристам. Вот, если кому-то интересно, про каких операторов я говорю, вы можете написать личным сообщением в инстаграме или в ватсапе, контакты у меня под этим аудио всегда есть. Итак, что же делать, давайте сразу рассмотрим, если все-таки документы задерживаются от туроператора или просто их, как бы, да, в данный момент нет. Соответственно, здесь тоже надо отчаиваться, вопрос решаемый. Нужно написать туроператору о том, что мы не можем получить данные от туроператора о штрафе, мы не можем получить данные о минимизации штрафа, поэтому просим вас, дорогая страховая компания, самостоятельно запросить данные у туроператора и рассчитать сумму. Это вполне нормальный вопрос, как бы, это я вам говорю с опытом и коммуникацией с туроператором и реальных случаях, да, поэтому эту информацию вы, естественно, нигде в общедоступном формате не получите. И, соответственно, дальше вопрос решается. Теперь давайте поговорим, наверное, вот о какой вещи, это тоже очень-очень частый вопрос, это сколько я получу денег в случае наступления вот такого случая. Это очень частый вопрос, поэтому давайте его разберем. Во-первых, сумма выплаты зависит от программы страхования. Здесь я не буду вас погружать в какой-то космический сейчас реестр вариантов программ, отвечу здесь достаточно просто. Есть вариант страхования у туроператора, когда мы выбираем тур, и у него там автоматически подвязаны страховки от невыезда. Можно их просто автоматической галочкой поставить, ну, при бронировании у туроператора и выбрать. Там она может быть 500 долларов или евро, да, там 1000 долларов, 2000, 3, в общем, привязка идет к сумме. В каждом этом случае, внимательно, у туроператора сумма не означает программа. Сумма это означает сумма вашего страховой суммы. Соответственно, здесь везде включается франшиза. Франшиза составляет 15%. Что это значит? Для ровного счета, если ваш тур стоил 100 тысяч рублей, и у вас наступил страховой случай, та страховка, которая будет сделана у туроператора вот в таком формате, вы получите не 100 тысяч рублей, а за минусом 15%, то есть 85%. То есть вы не получите 100% денег в этом случае. И еще, в этом случае, если вы не родственники, если вы не родственники в туре, а вы просто друзья или знакомые, один кто-то, например, заболел, а другой нет, другой обязан ехать, за него деньги не выплатят, если он не родственник. В общем, эта программа имеет некие ограничения. Если мы делаем страховку, это вот теперь уже другой вопрос. Не у туроператора, а напрямую страховой компании. Ну вот, например, я делаю через страховую компанию ERV, у меня есть с ними прямой контракт, там есть вот эти также два варианта. Я всегда людям настоятельно прошу и делаю, соответственно, вариант полный. То есть отмена плюс, да, есть там такая программа. То есть туда включается, во-первых, то, что могут все участники туру не ехать, если кто-то заболел. Это ключевой момент, да, неважно, они там родственники или не родственники. Второй момент. Вы получаете 100% денег, на которые застраховались, да. Сумму, конечно, мы рассчитываем, ну, сейчас отдельно скажу, как рассчитывается. Получаете 100% денег. И есть еще один немаловажный фактор. В этом случае не обязательно госпитализация в случае заболевания. Потому что в других программах, в других страховых компаниях, в основном для того, чтобы получить деньги по возврату, на возврат, вы должны быть госпитализированы. То, например, в программе отмена плюс компании, например, ERV, как мы сейчас рассматриваем, вам достаточно даже амбулаторного лечения, то есть на дому, даже в случае ковида, и за эту историю вам будут выплачены деньги. Вот. Теперь давайте вернемся к очень тоже тонкому моменту по поводу ПЦР-тестов. Вот меня часто тоже спрашивают, если у меня будет ПЦР-тест на вылете положительный, могу ли я по страховке получить деньги? Да, но. Здесь есть одно но. Если у вас ПЦР-тест положительный, и вы должны дальше обратиться в медицинское учреждение, где вам должны поставить диагноз. Если у вас диагноз будет здоров, а ПЦР-тест окажется ложно положительным, друзья, это не страховой случай. Деньги вы не получите. Что делаем в этом случае? Как я рекомендую действовать своим туристам, и это опять же уже практика подтверждена, реально так было у меня и не раз. Если вы сдали тест, и у вас он положительный, но вы реально или ваши друзья или дети прекрасно себя чувствуете, вообще ноль симптомов, сдайте еще раз тест в другой лаборатории. Как правило, он бывает уже отрицательным, и вы спокойно улетаете без каких-либо проблем. То есть это можно сделать, это никто вам не запрещает. Поэтому не паникуйте, если у вас такая ситуация, первым делом надо сделать это. Но если вы действительно чувствуете, что вы заболели, у вас какое-то плохое самочувствие, вы сдали тест, и он положительный, обращайтесь, конечно же, в медицинское учреждение, получайте диагноз. И если даже диагноз будет не ковид, пусть вам хотя бы поставят диагноз, там, ОРВИ или все что угодно. В общем, вам нужен диагноз, вам нужна вот эта история, соответственно, что вы пришли, получили, заболели, вас выписали, да, то есть вот это должна быть справка обязательно. Потому что если вы будете полностью здоровым по заключению врача, страховки вам не видать. Так что имейте этот момент, он очень тоже тонкий, важный, и о нем, конечно, нигде вы не услышите, не узнаете все это с практической стороны. Вам рассказываю. Теперь давайте поговорим еще об очень интересном факте. И, друзья, пожалуйста, дослушайте мой подкаст до конца. В конце будет очень интересный момент, который тоже у меня произошел на практике с опытом. И вы тоже сделаете вывод свой окончательный по поводу страховки. Так что слушаем дальше. Теперь, друзья, давайте разберем тот момент, сколько все-таки стоит страховка, чтобы у вас было представление. Потому что часто бывает, ну, в интернете говорят, что он стоит 3% от суммы, 5% от суммы. На самом деле страховка считается, ну, примерно, да, можно считать так, но на самом деле она считается от страны, в которую вы летите, от дат, от состава и от стоимости тура в условных единицах. То есть доллары, евро и так далее. На основании этого производится расчет. Примерно, конечно, можно его рассчитать так, но это все равно неточная сумма. И, конечно же, она зависит, как я и говорил, от программы вами выбранной. У туроператоров, еще раз подчеркну, эти страховки совсем копеечные, совсем стоят, дешево бывают, да. Если мы начнем считать программу отменный плюс, да, которая включает в себя на хорошие условия 100% выплаты, она, конечно, дороже. Не намного, но чуть дороже, да, будет. То есть это надо все индивидуально рассчитывать. В общем, это можно посмотреть. Но оно того стоит. Я еще раз говорю, вы, наверное, уже поняли, почему. Теперь давайте вернемся к тому поворотному событию, которое у меня произошло буквально перед Новым годом, да, 2022, которое достаточно интересную показало картину, как можно вернуть денежные средства в случае, если вы заболели, да, перед вылетом и, в общем, не смогли поехать. Но у вас не было страховки от невыезда. Что делаем? Смотрите, расскажу случай такой. У меня туристка купила тур достаточно дорогой, более 300 тысяч рублей в Мексику и буквально за два дня сообщила, что она не сможет вылететь, потому что она заболела коронавирусом. При этом у нее не было страховки, она ее не сделала и не планировала делать, скажем так. И дальше, соответственно, развивались события. Для меня, конечно, это был опыт. Вот сейчас я вам с этим опытом, конечно, с вами и делюсь. Турист не стал дожидаться никаких вариантов. Она сразу решила по совету своих там знакомых и юристов, естественно, обратиться в суд и истребовать денежные средства из туроператора в полном объеме, потому что она заболела. На самом деле, друзья, есть закон, который позволяет туристу отказаться от тура до момента его начала, особенно в случае болезни, и получить денежные средства. Здесь, конечно, очень много тонких моментов, потому что есть невозвратные билеты и так далее, но, тем не менее, есть законодательство. В общем, история наша развивалась следующим образом. Мы не могли получить документ от туроператора о точной сумме штрафа очень долго. У нас уже прошло первое заседание в суде, на котором мы ничего не предоставили, кроме нашей пояснительной, скажем, пояснительного письма о том, как развивались события, то есть, что было и так далее. Далее, в итоге, суд все-таки подождал, пока мы не получили через два месяца, как говорится, заветную бумажку, в котором штраф с 90% был уменьшен до 50%, но все равно он был. Мы эти данные предоставили. Далее, суд запросил, соответственно, туроператора доказать эти расходы, то есть, почему все-таки 50%, да? Ну и, соответственно, в этом случае туроператора ничего не смог доказать, более того, он даже не явился в суд, и суд принял полное и безоговорочное решение, чтобы туроператор выплатил полную стоимость тура, ну а так как все суды производятся у нас по закону в чате парфпотребителей, еще половину взыскать туроператор за несвоевременное выполнение выплаты. Поэтому турист получил даже больше, чем оплатил, ну как бы он еще не получил, дальше идет в процессе исполнения, выписаны исполнительные листы, но денежные средства будут списаны со счета туроператора за счет исполнительных листов. Поэтому вот такой поворот событий, и сейчас вы меня спросите тогда вопрос, зачем делать нам страховку. Вопрос заключается в том, что суд разный, судья может принимать решения по-разному, да, мы можем потенциально рассчитывать на то, что если мы заболели и не смогли выехать, и мы можем получить денежные средства в полном объеме и без страховки, но имейте ввиду, что это процесс затяжной, это процесс муторный, нужно заниматься судом, платить госпошлины, да, понятно, в деле выигрыша вы это все вернете, поэтому страховка здесь, конечно, более простой способ не заморачиваться, а получить денежные средства просто по обычной процедуре и не переживать за решение того или иного судьи, хотя оно, скорее всего, будет принято в вашу сторону положительное, но тем не менее это некая процедура, чтобы вы понимали, поэтому для тех, кто хочет все-таки гарантированно получить денежные средства и быстро, это страховка, тот, кто страховаться не будет, имейте ввиду, что вас ждет суд, без суда вам туроператор ничего не выплатит, да, он может уменьшить стоимость штрафа, сумму штрафа, что опять же в моей практике было, когда туроператор уменьшал сумму, там и бывало гораздо меньше, чем изначально, там было не 100% вам первого удержания, даже 20% было удержания, да, были даже случаи, когда туроператор в итоге ничего не взял, хотя изначально выставил, но это уже дело все постфактум определенного времени, поэтому если у вас есть страховка, еще раз говорю, она не стоит великих денег, она достаточно адекватных денег стоит, и поэтому лучше ее сделать, быть вооруженным, да, и спокойно ехать на отдых, так что вот так вот, поделился с вами такой информацией, обязательно поделитесь своим мнением, если какие-то вдруг еще остались у вас вопросы на этот счет, обязательно их задайте, я, как обычно, вам предоставил максимально полную развернутую информацию на основе своего опыта, работы с работой туроператорами, работы с страховыми компаниями, в реальных, как говорится, боевых действий, поэтому принимайте все к сведению, если у вас тур, и нет в нем страховки, и вы переживаете за, возможно, невыезд, обязательно ее делайте, здесь отмечу очень важный момент, что страховку можно сделать, которая идет с франшизой, которая за минусом 15% более дешевая, только в первые 5 дней покупки тура, вторую страховку, которая полностью отмена плюс, можно сделать в любой период, но крайняя дата, это 5 дней до вылета, позже уже, к сожалению, ничего сделать нельзя, да, еще, друзья, один момент, подчеркну, чтобы тоже у нас, как в России, да, любят найти лазеечку, если вы заболели, а потом сделали страховку, то это тоже случай не сработает, потому что у вас будет заболевание образно одной даты, а страховка позже даты, страховая тоже не дураки, соответственно, это не будет страховым случаем, если вы заболели раньше, поэтому в этом случае ее делать смысла не будет, поэтому позаботьтесь, если надо, о ней заранее, если нужно, я могу сделать на любой тур, неважно, покупали вы у меня или нет, как бы, пожалуйста, да, мы можем, если надо, сделать страховку, вот, или, соответственно, оформляйте туры, ну и параллельно вместе со мной будем также оформлять страховку, кто оформляется в моем агентстве, ну что, друзья, будем заканчивать этот подкаст, уверен, было очень много полезной, интересной информации для всех, спасибо, подпишитесь на мои инстаграмы, следите за моими новыми выпусками на подкасте, будут рад всегда ответить на ваши какие-то вопросы, которые вы задаете, сформулирую, развернули на них ответы, и услышимся, будем вместе общаться, давайте, друзья, до встречи, с вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Тревор, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова